Я, как всегда, заготовил строительную кисть и вам советую обзавестись такими, где много ворса в три слоя. К тому же их не жалко, ими можно орудовать как угодно. Единственное, что кисть должна иметь ворс, имитирующий щетину. А здесь и вовсе щетина. Стоят они недорого, их не жалко. Для старта картин, особенно эмоциональных, экспрессивных, очень удобная вещь. Кроме такой кисти нам понадобится вот такая растопырка. Те, кто часто работает, у них у всех есть вот такие замученные кисти, которыми мы будем добывать шерсть. Таким образом, мы получим немного фер с этой кистью. Сколько масочек? Ну что ж, еще раз здравствуйте. У нас сегодня забавная задача. Кот. Черный кот на фоне черной ночи. Черный кот, да. Так, мы возьмем, мы макнем в жидкость, то есть в разбавитель. И перепачкаем холл черным. И, ну, вот здесь, это кисть. Блэк. Блэк. Набиду. Палки. Не, стены. Понимаете? У меня лучший кот на фоне черной точке. Краски кладем немного и распределяем ее. В качестве разбавителя подойдет white spirit или скипидар. Краски кладем. Подожду, когда вы выполните эту задачу и продолжим. И продолжим. Продолжение следует... Фанечка говорит, что уже красиво. Фанечка говорит, что это выглядит красиво. Художнику Малевичу бы точно понравилось. Малевич бы точно понравился. Теперь к нашему замесу добавляем охру. Посмотрим на палитру. Черный стал зеленить. И приблизительный силуэт. Чуть берил. Очень приблизительный. Очень приблизительно. Очень приблизительно. Очень приблизительно. Продолжение следует... Та часть кота, которая попала на свет. Намечаем ее. Уши делят на три части. Шире. Уже. Уже. Продолжение следует. Глаза условно находятся на середине формата по высоте. The eyes are conditionally in the middle of the canvas, a bit higher. Between the eyes there is one and a half eyes. One and a half eyes. One and a half eyes. It's like a pyramid figure. Here is a mouth part. Глаз. Еще один глаз получили нос. The eye. One more eye and we get the nose. And now we can see that we can move. It's the same distance to this point. It's the same distance. So spread the eyes and the mouth neatly, correctly. И еще вопрос. Интересно, можно ли взять уже готовый черный холст, видя вот такие в продаже? Конечно, можно и черный холст. Но нам выгоднее, чтобы положить... Готовый черный холст нам не выгоден. Поскольку нам нужно вещество краски, чтобы в него вписываться. Нам бы пришлось на черный холст положить черную краску, чтобы в нее вписываться. Если я взгляну во краску краску, чтобы разбить картину правильно. Так, что у меня 거리 видят цвет. Берю берила. Беру синий. Беру белим цветом. Немножко розового. Чемпе красное. Кисть имеет много ворсинок, поэтому ею удобно укладывать ворс любого животного. Это не чистые белила. Это не только белый. Это не только белый. Это не только белый, но и белый. Снова те же цвета подмешиваю. И опять же цвета подмешиваю. И опять же цвета подмешиваю. И опять же цвета подмешиваю. И процарапываю в примерное место расположения уха. Беру небольшую кисть. Белила, охра. Беру небольшую пыль. Продолжение следует...